Начинаем заседание диссертационного совета ФРКТ 010403002. На этом заседании мы заслушаем Петросяна Мануэлла Мгировича, который представляет диссертацию под названием «Искусственное радиоосвещение. Получение изображений». Председатель диссертационного совета Андреев Юрьевич Аминович, это я. Также присутствуют члены ученого совета Иванов Дмитрий Владимирович, Леухин Анатолий Николаевич, Чиров Денис Сергеевич, Скобелев Сергей Петрович, Калошин Вадим Анатольевич. Кворум есть, поэтому можно начинать заседание. Итак, соискатель Петросян Мануэлл Мгирович. Название диссертации «Искусственное радиоосвещение. Получение изображений». Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 010403 радиофизика. Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МИРА, Российский технологический университет. Научный руководитель Дмитриев Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники имени Котельникова, Российской академии наук. Передаю слово ученому секретарю. Итак, соискателям были предоставлены следующие документы. Диссертация опубликована 20 октября 2020 года, была проведена проверка на текстовые заимствования. Автореферат опубликован 20 октября 2020 года. Также имеется отзыв научного руководителя Дмитриева Александра Сергеевича, доктора физико-математических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Института радиотехники и электроники имени Котельникова, Российской академии наук. Также имеется заключение организации, где проводилась апробация. Это Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Также имеются отзывы. Отзыв первый от Крюковского Андрея Сергеевича, доктора физико-математических наук, профессора, научного руководителя Института информационных систем и инженерно-компьютерных технологий, ОНОВО, Российский новый университет. Также имеется отзыв от Старкова Сергея Олеговича, доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника, начальника отделения интеллектуальных кибернетических систем Обнинского института атомной энергетики, филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Также диплом магистра, это выданное Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования, Московский физико-технический институт, Государственный университет. Сданы кандидатские экзамены. Иностранный язык хорошо, история и философия науки, физико-математические науки отлично, радиофизика отлично. Документы были предоставлены, опубликованы на сайте МФТИ в срок и соответствуют требованиям положения присуждения ученых степеней кандидата наук, доктора науку в МФТИ. Петросян Манвел Мгерович принят к защите протокола. Протокол голосования экспертного совета по физико-математическим наукам аттестационной комиссии МФТИ номер ФМ 2020-30 от 19 октября 2020 года. На сайте опубликованы письменные заключения по содержанию диссертации, которые были подготовлены членами диссертационного совета. Отзыв первый от Андреева Юрия Вениаминовича, председателя диссертационного совета, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Второй отзыв от Иванова Дмитрия Владимировича, доктора физико-математических наук, члена корреспондента РАН, проректора по научной работе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Поволжский государственный технологический университет. Третий отзыв от Ильюхина Анатолия Николаевича, доктора физико-математических наук, проектора по научной работе и инновационной деятельности Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Марийский государственный университет. Далее четвертый отзыв от Чирова Дениса Сергеевича, доктора технических наук, доцента, профессора кафедры радиотехнические системы, ордена Трудового Красного Знамени Федерального государственного бюджетно-образовательного учреждения высшего образования, Московский технический университет связи и информатики. Пятый отзыв от Скобелева Сергея Петровича, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника АПО «Радиофизика». И шестой отзыв от Калошина Вадима Анатольевича, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники имени Котельникова Российской Академии наук. Итак, теперь просим соискателя представить основные результаты своей работы и просьба уложиться в 20 минут. Удачи! Сейчас меня слышно? Да, здравствуйте еще раз, уважаемые члены диссертационного совета. Я представляю вашему вниманию мою работу «Искусственное радиосвещение. Получение изображения». Актуальность работы определяется большим интересом к сервисам наблюдения в микроволновом диапазоне. Собственно, моя работа в этом смысле более конкретно посвящена новому способу, который опирается на использование сверхширокополосных хаотических колебаний как аналог видимого света. Что такое вообще радиосвет? Шумовое электромагнитное поле микроволнового диапазона имеет много сходных черт с видимым светом. Это реализация времена, широкий спектр, а также быстро распадающая функция автокорреляции. И с этой точки зрения, если провести аналогию, имея такие источники микроволнового диапазона, можно освещать некоторые области одним или нескольким источником. И при этом на основе этого создаются предпосылки для наблюдения за этими средами. И, собственно, исходя из этой логики, искусственно созданное шумовое поле, сверхширокополосное, некогерентное в пространстве и во времени микроволнового диапазона длимвон, по аналогии с видимым светом, будем называть радиосветом. Цель работы состоит в исследовании возможностей применения радиосвета в задачах наблюдения за окружающей средой, включая анализы, формулировку требований к источникам радиосвета, анализ принципов приема радиосвета, экспериментальное исследование получения изображения в радиосвете, а также разработку средств для получения изображения в радиосвете. Собственно, содержание работы представлено на слайде, четыре этапа работы представлены источниками радиосвещения, ячейка приемника радиосвета и ее применение, получение изображения в радиосвете и перспективе развития средств и систем наблюдения на основе радиосвета. Собственно, первая глава посвящена источникам радиосвещения, и задача, которая выполняется в этой главе, это описание концепции радиосвета, анализ состояния вопроса, касающихся шумоподобных источников и их применения, и формулировка требований к источникам радиосвещения. Так как уже кратко я описал концепцию радиосвета, я сразу перейду к состоянию вопроса. Собственно, из литературы уже известны работы, которые им эта аналогия между источником шумового излучения и виденым светом уже рассмотрена. Вот на слайде представлена работа и поливки, где в качестве таких источников используют шумовые диоды, и, собственно, на основе освещения этими источниками проводилось исследование объектов на основе прохождения или отражения от этих объектов до излучения. Важно отметить, что в этих работах замечается, что источники шумового излучения на основе шумовых диодов недостаточно мощны для этих задач. Автору приходилось использовать антенны с большим усилением, а также радиометрические способы приема для преодоления этих проблем. Какие имеются микроволновые техники и источники излучения шумового? В основном это газоразрядные трубки и полупроводниковые шумовые диоды. У газоразрядных трубок в полосе 1 ГГц мощность освещения составляет минус 69 dB. Для диодных источников в той же полосе минус 54 dB. Для создания более мощного точного источника можно попытаться создать решетку из таких источников, как проведена на работе, представленной слайде, где было использовано 9 отдельных элементов решетки для того, чтобы поднять у точного источника мощность. И, собственно, при использовании 9 диодов яркость поднялась на 7 дБ, до минус 47 dB. Дальнейшее повышение мощности может достигнуться за счет применения усилителей, однако при существенном повышении входной мощности потребуется достаточно громоздкая, недешевая конструкция, что усложняет его практическую применимость. И в 2015 году в Институте радиотехники и электроники РАН были предложены и разработаны малогапаритные источники радиосвещения в микроволновом диапазоне частот, в которых для создания шумоподобного шелкополосного излучения используются генераторы хаотических колебаний. Собственно, на слайде представлен один из вариантов такого источника, сделанного в форм-факторе лампы. Она излучает в полосе 3,5 ГГц с мощностью 3 dB. Собственно, для того, чтобы примерно понять, какие нам нужны мощности, пройдем оценку. При отсутствии других источников освещения, при комнатной температуре, минимальный уровень яркости у нас на приемнике будет определяться тепловыми шумами. И при температуре 300 К в полосе 1 ГГц она будет равна минус 84 dB. Если такую примерную задачу рассмотреть для обнаружения объекта с эффективной площадью рассеивания на метр квадратных на расстоянии 10 метров от источника и приемника на частоте 4 ГГц или 7,5 см с антеннами 10 дБ, то необходимый запас мощности должна быть не менее 77 dB. То есть в полосе 1 ГГц интегральное мощное звучание должно быть не меньше минус 7 dB, что показывает, что шумовые диеты и козоразрядные трубки в данном случае не очень подходят с точки зрения мощности излучения. Собственно, что можно сказать на основе первой главы? Что шумоподобное из микроволнового излучения может быть использовано для получения информации о погружающей среде. Для практического применения необходимо иметь компактные, легко имплементированные источники излучения достаточной мощности. Оценка показывает, что пока лучшим образом для практического применения подходит лампа радиосвета на базе генераторов хаоса. И, собственно, когда у нас есть уже источники, в следующий этап возникает вопрос это прием этого освещения радиосвещения. Собственно, вторая глава посвящена вопросам приема радиосвета и задачи, которые решаются, это разработки анализ модели приемника радиосветом и экспериментальные эксперименты с реализованным приемником радиосвета. Так как радиосвет — это, как уже было сказано, широкополосное шумовое излучение, то прием его в основном сводится либо к оценке мощностных характеристик, либо к оценке спектральных характеристик. В данном случае мы будем рассматривать только мощность, прием мощности. И, собственно, из-за специфики задачи у нас появляются два требования. Это широкий диаметический диапазон по принимаемому мощности, а также высокую чувствительность или возможность адаптировать чувствительность. И на основе этого, на базе классических радиометров и энергетических приемников из прямых истических систем связи была разработана модель приемника радиосвета, который имеет широкий диаметический диапазон как по аналогии с энергетическими приемниками, а также может повышать чувствительность радиометрическими способами. Собственно, модель из себя представляет систему дифференциальных уравнений, которая формирует полосу на входе и на выходе приемника, усиление производит сигнал, а также производит логарифмический прием сигнал. Собственно, на основе этой модели была пройдена оценка чувствительности при применении радиометрических способов с логарифмическим детектором. В общем виде чувствительность радиометров определяется представленной формулой. И она зависит от отношения входной полосы к входной полосе. Под чувствительностью поднимается минимальное изменение уровня на ходе приемника, который можно регистрировать на выходе приемника. На основе компьютерного моделирования было получено, что приемник радиосвета с логарифмическим детектором имеет такую же зависимость между чувствительностью и отношением полосы выходного сигнала к входной, как и для радиометров, с точностью до коэффициента. На основе этих экспериментов компьютерного моделирования в Конституте радиотехники и электроники была предложена и разработана ячейка приемника радиосвета. Данный приемник имеет диаметический диапазон от минус 85 dBm до минус 20 dBm, в полосе 3,5 ГГц и небольшие размеры. На слайде представлен приемник со встроенной антенной, а также его диаграмма направленности. Существует также вариация приемника с SM-разъемом для подключения внешних антенн. Первые эксперименты, которые проводились с этим приемником, исследовала зависимость приемника мощности от расстояния между приемником и единственным излучателем. В процессе эксперимента менялось расстояние между приемником и лампой радиосвета и регистрировалась мощность, поступающая в приемник. На слайде представлена зависимость от мощности, от расстояния. Следующий эксперимент тоже был посвящен приему интенсивности, только в этом случае исследовалось влияние на принимаемый приемником интенсивность наличия двигающихся объектов в освещенной среде. При проведении эксперимента приемник и источник были в фиксированном положении в данном случае по разные стороны стены кирпичной. И между ними расстояние было около 5 метров. И в комнате с лампой находился объект, который передвигался либо перпендикулярно линии соединяющей приемника и источник, либо параллельно этой линии. И на основе эксперимента было показано, что когда объект находится на расстоянии от этой линии 1,5-2 метра, то его передвижение вносит достаточные изменения в освещенность, поступающую в приемник, чтобы обнаружить это движение. Максимальное затухание достигает до 5 дБ, когда человек пересекает линию, соединяющую приемник и источник. В голове предложена модель приемника радиосвета, на основе которой проведена оценка динамика его чувствительности. Показано, что в многолучевых средах изменение уровня радиосвета происходит без интерференционных эффектов. Показано, на основе изменения уровня радиосвещения можно регистрировать наличие двигающихся объектов. И когда уже у нас умеются и источники освещения, и чувствительные элементы, можно попытаться перейти к задачам получения изображения. И третья глава именно посвящение получения изображения освещенных радиосветным сред. И задача главы — это излучение возможности получения изображения в радиосвете, получение изображения компактных объектов в радиосвете, получение изображения компактных объектов за препятствами и оценка разрешающихся способностей при получении изображения в радиосвете. Для того, чтобы получить изображение, нам надо получить распределение мощности радиосвета в освещенной среде. Для этого нам необходим приемник с направленными средствами. Такой приемник мы получали путем подключения нашего чувствительного радиосвета приемника к параболической антенне с широкополосным рупорным излучателем. Диограмма направленности 10 на 10 градусов по углу месту и по азимуту. На слайде представлена сама антенная система, схема пройдения экспериментов, где можно увидеть расположение антенны и ламп, а также расположение объектов, и фотография объектов, которые были использованы при проведении этих экспериментов. Изображение получалось путем механического сканирования лучом антенны. И в первую очередь мы получали изображение освещенности зала в три этапа. То есть без освещения лампами радиосвета, с освещением одной лампы и с освещением шестью лампами радиосвета. При первом случае, когда у нас отсутствовали наши искусственные источники, средняя мощность, средняя яркость полученного изображения была минус 73 дБ, а точнее. Потом на следующем этапе мы внесли одну лампу, которая находилась от антенной системы на расстоянии 10 метров на другой стороне зала. Средняя освещенность поднялась до минус 60 дБ. И на третьем этапе изображение на слайде показывает результаты для третьего этапа. Мы подключили наши лампы, встроили в люстры в шесть штук и получили изображение зала уже освещено множеством источников. На изображении показывается изображение, полученное путем на основе радиосвета, наложенное на фотографию конференц-зала. Можно увидеть, что получается достаточно равномерная яркость, около минус 40 дБ, и яркие пятна, соответствующие положению источникам радиосвета. И когда у нас уже есть, собственно, освещенная некоторая область, можно попытаться увидеть в этой области компактные объекты. В первую очередь, в качестве таких объектов использовались металлические объекты с рассеющей поверхностью и с ровными гранями отражающими. И для того, чтобы обнаружить изменения вносимыми этими объектами, сначала мерили фон, а потом вносили объект. Как можно увидеть, в результате внесения куба с рассеющей поверхностью на месте его расположения яркость поднялась на 5 дБ. Для куба с ровными гранями, которая отражала луч одни из ламп в приемную систему, яркость поднялась до 20 дБ. Для объяснения возможной наблюдения в радиосвете объектов из диэлектриков и поглощающих материалов использовалась кювета с водой и листилы с радиопоглощающим материалом. Эти объекты не очень яркие и неконтрастные. И для того, чтобы выявить изменения вносимыми этими объектами, строилась разностная картина. То есть из изображения объекта вычиталось изображение фоновое. И вот можно увидеть результат на разностной картине. В результате можно сказать, что кювета с водой на месте своего расположения добавила затухание на минус 1,5 дБ, а радиопоглощающие листы на 3 дБ примерно. Когда мы убедились в возможности наблюдать объекты компактные в радиосвете, стал вопрос о возможности наблюдения таких объектов за непрозрачными для видимого света препятствиями, но прозрачными или частично прозрачными для радиосигналов. И в качестве такого препятствия это кирпичная стена с толщиной 30 см. И при проведении экспериментов наша антенная система находилась с одной стороны на расстоянии 1 метр от стены, а объекты находились на расстоянии 2 метра от стены. Лампа радиосвета находилась в комнате с объектом. И точно так же, как в предыдущих экспериментах, сначала было получено фоновое изображение, а потом изображение с объектом. В качестве объекта используешь куб со шероховатой поверхностью. Можно убедиться, что объект очень четко обнаруживается на изображении, даже без разностной картины, и на месте своего расположения оно подняло яркость до 10 дБ. Важной характеристикой при получении изображения является разрешающая способность. Это минимальное расстояние между двумя точками, которое пока еще можно отличить наличие этих точек. При проведении экспериментов использовалось два рассеющих поверхностей и варьировалось расстояние между ними. Схема эксперимента представлена в слайде. Разрешающая способность оценивалась на расстоянии 3,3 метра и 1,5 метра, а также оценивалось влияние неравномерности освещения фона и влияние фокусировки на объекты либо бесконечность. Результат для расстояния 3,3 метра представлен в таблице. А на следующем слайде результаты для расположения объектов от антенны на 1,5 метра. Собственно, на слайде можно увидеть, что при расположении объектов, когда между гранями рассеющих объектов расстояние 13 сантиметров, то можно отличить эти объекты без разностной картины, без вычитания неравномерности фона. Но если у нас есть возможность вычитать неравномерности фона, можно отличать эти объекты и на расстоянии 7,5 сантиметров. Таким образом, в этой главе была показана возможность освещать среду, в том числе и множеством источников радиосвета, получать изображения компактных объектов с разными характеристиками в этих средах, а также обнаруживать эти объекты за препятствиями. Кроме того, были проведены эксперименты по оценке разрешающей способности. Показано, что линейная разрешающая способность при получении изображения для использованной наблюдательной установки составила 7-10 сантиметров для нашего частотного диапазона 3,5 гигагерц. Четвертая глава посвящена более практическим вопросам, относящимся к приему радиосвета. И в этой главе рассматривалась реализация проектированных на галочевых приемных устройств, а также создание систем связи для распределенного приемника радиосвета. Все представленные на предыдущих слайдах изображения были получены механическим сканированием. Это достаточно долгий затратный процесс. Для того, чтобы решить этот вопрос, рассматривались многолучевые системы, в которых могут формируться одновременно несколько диаграмм направленности. Это позволит нам одновременно получать мощность по нескольким направлениям сразу. Для исследования многолучевых приемов из-за широкополосности, простоты реализации и возможности интеграции с антеннами-приемниками мы выбрали линзу Ротман. Для экспериментального исследования этой многолучевой приемной системы была смоделирована, потом реализована фрагмент такой линзы с размером 20 на 20 сантиметров, с количеством лучей 7 штук и с сектором сканирования 60 градусов. С этой линзой были проведены эксперименты по приему радиосвета и получены 7 диаграммы направленности для 7 лучей при приеме радиосвета. На слайде показана линза с антеннами, диаграммы направленности для 7 лучей и диаграммы центрального луча для узкополосных сигналов, а также для радиосветства. Кроме однопозиционного многолучевого приема, можно в радиосвете реализовать многопозиционный распределенный приемник. В качестве такого рассматриваются мобильные роботы с установленными на них приемниками радиосвета, которые могут измерять распределение радиосвещенности в пространстве и формировать изображение. Для формирования независимых таких приемников радиосвета необходима система связи. Для этой цели было использовано приемопередающие модули прямохиотических систем связи, сигнал которых в целом тоже можно использовать для дополнительной подсветки. И были исследования временные характеристики для этой сети. На слайде фотографии системы, а также типичная токология такой сети. И в четвертой главе мы спроектировали, разработали мобильную приемную систему с семью лучами. Экспериментально показали возможность формирования лучей в заданном направлении для приема радиосвета. Реализовали беспроводную сеть на основе СШП прямохиотической системы связи для обмена данными между элементами группы мобильных роботов в задачах наблюдения в помещении в радиосвете. Положение, выносимое на защиту. Принцип создания ячейки приемника радиосвета, основанный на определении интегральной энергии радиосвета, поступающей в приемник за фиксированный интервал времени. Анализ характера изменения мощности, поступающей в приемник радиосвета при изменении расстояния между источником и приемником радиосвета, а также анализ изменения освещенности среды при наличии в ней объектов, находящихся в движении. Положение изображения в радиосвете на основе измерения распределения уровня радиосвещенности путем сканирования пространства лучом антенны с узкой диаграммой направленности. Результаты анализа влияния формы материала объектов на их изображение в радиосвете. Экспериментальные макеты систем наблюдения в радиосвете на основе мобильных групп роботов и многолучевых приемных систем. Спасибо за внимание. Спасибо. Итак, теперь можно перейти, наверное, к вопросам и замечаниям, которые поступили из отзывов. Да-да, слышно? Да, можно перейти к вопросам и замечаниям из отзывов, которые поступили на работу. Они у вас сгруппированы, да, и, соответственно, вы можете к ним приступить. Тогда, пожалуйста, отвечайте по каждому задающему, и, соответственно, в конце будем уточнять, есть ли какие-либо еще вопросы. Спасибо большое. И вам спасибо. Замечания и вопросы. Замечания от Андреева Юрия Вениаминовича, доктора физико-матемических наук, ведущий научный сотрудник Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московского физико-технического института, Национальный исследовательский университет. Первый вопрос. В разделе «Научная новизна» результатов дается положение, продемонстрирована возможность получения изображения и показана принципиальная возможность создания систем радиовидения. Представляется, что по смыслу эти два утверждения практически совпадают. Как показывает ответ? Как показывает анализ литературы, возможность получения изображения недостаточно для классификации системы как системы радиовидения. Для этого также необходима высокая разрешающая способность и возможность визуализировать контуры наблюдаемого объекта, что потенциально можно использовать для его идентификации. Второй вопрос. В обведении упоминаются два подхода к созданию эффективных средств наблюдения за окружающей средой на основе радиосвета. Имеются в виду многолучевые и распределенные системы получения изображения? Да, имеются в виду многолучевые и распределенные системы. Третий вопрос. Из рисунка 2.8 неочевидны преимущества разработанного приемника радиосвета перед классическими радиометрами. Цель рисунки 2.8 заключалась в демонстрации одинакового характера зависимости чувствительности приемника радиосвета и радиометров с квадратичным детектором от отношения выходной и входной полосы частот. Преимущество приемника радиосвета состоит в существенно большем диапазоне по мощности относительно классических радиометров. Спасибо. Вот, Юлий Андреевич, есть ли вопросы? Меня удовлетворяет. Хорошо, можно дальше тогда. Спасибо. Спасибо. Следующие вопросы от Иванова Дмитрия Владимировича, доктора физико-математических наук, члена корреспондента РАН, проректор по научной работе Федерального государственно-автономного образовательного учреждения высшего образования Поволжский государственный технологический университет. Первый вопрос. Имеются ли иные качественные или количественные критерии для радиосвета, кроме того, что это является шумоподобным излучением радио- или микроволновым диапазоном? Ответ. Кроме того, что это шумоподобный сигнал, необходимо, чтобы данный сигнал имел быстро распадающую автокорреляционную функцию для возможности реализации радиосвещения без интерференционных эффектов. Второй вопрос. На странице 12 динамический диапазон по мощности сигнала указан от максимального до минимального. Третий вопрос. Автор мне дается объяснение, по каким соображениям была выбрана полоса частот радиосвета 3-5 ГГц. Ответ. При выборе полосы частот учитывалось, что с повышением частоты значительно растет степень затухания сигнала в бетонных и кирпичных стенах. Для получения изображения с достаточной разрешающей способности при разумных размерах антенны системы ограничиваться надо нижней частотой около 3 ГГц. Спасибо. Дмитрий Владимирович, есть ли у вас какие-либо замечания к ответу? Нет, все удовлетворительно. Спасибо. Да, спасибо. Можно далее. Спасибо за вопросы. Так, дальше. Замечания и вопросы от Калошин Вадима Анатольевича, доктора физико-магиционических наук, заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники имени Вадима Анатольевича. Простите, я это пропустил потом. В принципе, можно не зачитывать, мы представляли. Ну и в дальнейшем. Да. Чем заключается преимущество систем с использованием метода радиосвета перед другими системами радиовидения, радиолокаций, в том числе шумовыми? Преимущество заключается в подходе использования и в том, что это позволяет нам использовать источники и приемники, независимые друг от друга. А также посвящены большие площади и множество источников радиосвета. А также в целом в нашей работе используются более эффективные источники излучения на основе генераторов хаоса. Второй вопрос. Почему в работе не проведено сравнение экспериментальных данных с теоретической оценкой разрешения? Работа сделана теоретической оценкой разрешения на основе критерий релея. Данный критерий может быть напрямую применим к полученному в работе экспериментальным данным. Третий вопрос. Почему в работе линза Ротмана формирует линейный фронт, хотя измерения делаются в зоне Фринеля? При проведении эксперимента мы исходили от условия, что дальняя граница зоны Фринеля задается выражением, представленным на слайде. И для того, чтобы попасть в зону Фрингофера и провести эксперимент в дальней зоне, необходимо, чтобы наше расстояние было много больше, чем 2D в квадрате на лямбда, где D — это размер линейки антенн, а лямбда — это линаволны. И, собственно, по этому критерию необходимо было, чтобы расстояние было больше, чем около метра. А эксперимент проводился на расстоянии 10 метров. А также другие замечания. Фраза при значительных расстояниях R от прибора в зоне Фрингофера соотношения 3-5 может быть приближенно заменена на выражение 3-6, не совсем корректно. Выражение 3-6 справедливо в проаксиальное приближение вне зависимости от расстояния. Также некорректно фраза зависимости от частоты временных задержек возникает только от диэлектрической проницаемости среды, с которой реализована линза. В линзе Ротмана такая зависимость определяется дисперсией фазовой скорости мод в линиях передачи. Шестое замечание. Шмурковые линзы с четырьмя фокальными точками не являются линзой Ротмана, как написано в диссертации. С этими замечаниями я согласен, не спорю. Спасибо, Вадим Анатольевич, если у вас какие-либо замечания. Микрофон нужно включить внизу. Внизу вот, он перечеркнул сейчас. У меня замечания не будет. Хорошо, спасибо. Да, прекрасно слышно, спасибо. Тогда можно далее. Вопросы от Леухина Анатолия Николаевича. Наверное, простите. Не нужно, да, можно сразу к вопросу, мы уже зачитывали. Да. Замечание вопроса. Первый вопрос. Можно ли рассматривать сигнал широкполосный РЛС в качестве сигнала излучения источника радиосвета? Нет, нельзя, потому что концепция радиосвета предполагает непрерывный режим облучения объектов и независимость источников и приемников излучения. Второй вопрос. Каким образом определяется разрешающаяся способность по угловым координатам? Угловые координаты пересчитывали зеленение на рассеи между объектами. Третье и четвертое замечания. В диссертации не представлен сравнительный анализ радиолокационных изображений, построенный автором диссертационной работы с известным радиолокационным изображением. Также в обзоре не представлен сравнительный анализ метода радиосвета с построением радиолокационных изображений с другими широко используемыми методами. построение РЛы в режиме синтезированной апертуры антенны, построение РЛы в мимо режима и так далее. Ответ. В работе не представлен сравнительный анализ полученных результатов с результатами, проведенными в обзорном материале по двум причинам. Из-за отсутствия возможности корректного сравнения с сопоставимых условиях проведения экспериментов, а также развиваемый подход не совсем относится к методам радиолокации. Так, на этом. Ну, Анатолий Николаевич, я понимаю, не присутствует, поэтому мы, наверное, удовлетворимся вашими ответами. Наверное, можно идти далее. Замечаемые вопросы из Коболева Сергея Петровича. Из формировки положения, результаты анализа влияния формы и материала объектов на их изображение в радиосвете следует, что облик объекта, запечатленный на полученном изображении, является объективным отражением исследуемого объекта. Очевидно, что это не так. С этим замечанием я согласен. Второе замечание. На странице 46 используют термин «внешнее радиоосветительное поле», смысл которого не поясняется. Под внешнее радиосветительное поле понимают любые источники микроволнового излучения, попадающие в частотный диапазон 3,5 ГГц. Третье замечание. В тексте на странице 39-40 при описании рисунка 2,2 обсутствует описание точек 5,7. Точка 5 соответствует сигналу в модуляционном радиометре после синхронного детектора, которое получается в результате перемножения сигнала с генератора опорного сигнала и сигнала, поступающего с полосового фильтра. И четвертое замечание. Встречаются отпечатки, пропущены знаки припинания, неудачные выражения, например, пропущены двоеточие предложения на странице 35. Рассмотрим наиболее известное распространение два типа радиометров, компенсационный и модуляционный. На странице 38 в одной фразе встречается во-первых и в первую очередь. Здесь впервые нас в первую очередь интересует логарифмический детектор. С замечанием согласен. Спасибо, Сергей Петрович. Удовлетворено ли вы? Ну, по этому все понятно. В смысле, я удовлетворен ответами. Дополнительные вопросы можно будет задавать сейчас или потом? Сейчас? В принципе, я думаю, что лучше мы их потом зададим. Там еще будет такая возможность, чтобы выбиваться. Давайте далее. Да. Замечание вопроса Чирова Дениса Сергеевича. Непонятно, почему автор диссертации вместо термина сверхширокополосное микробанновое излучение использует термин радиосвет. В чем отличие этих понятий? Это было сделано, чтобы явно подчеркнуть аналогию между таким сверхширокополосным шумовым излучением и видимым светом, как с точки зрения характерных свойств, так и с точки зрения методов применения. Исторический опус в начале диссертации, начиная с 1800 года, интересен, но не уместен с диссертацией на истоискание кандидатов физико-математических наук. Цель изложения исторических фактов в начале диссертации заключалась в пояснении этой аналогии, а также иллюстрации того, что подобные терминологии пользуются ученые задолго до представления данной работы. Авторам не представлены оценки применимости предложенных методов получения радиоизображения, предельные размеры видимых объектов, влияние погодных условий, потенциальная дальность действия и т.д. Отсутствие данных исследований затрудняет оценку практической значимости работы. С замечанием согласен. Денис Сергеевич, есть ли у вас замечания к этому? Да нет, замечаний нет. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, уже замечания и вопросы от оппонентов. Да, пожалуйста. От Крюковского Андрея Сергеевича. Работа и отсутствия описания критериев выбора частотного диапазона и полосы частот хаотического сигнала. Отсутствует анализ влияния этих характеристик на результат. На этот вопрос уже выше был данный ответ. Я могу его перечитать или пропустим ответ? В принципе, если он уже упоминался, ответ, то, наверное, можно его опустить. Выше приведен. Так, тут замечание. Второе замечание. Стоило бы привести рисунок, отображающий характеристики используемых хаотического сигнала. Например, спектр мощности, временная реализация, авториализационную функцию. С замечанием согласен. Это было учтено при подготовке, собственно, презентации для диссертации. Третье замечание. При описании экспериментальной системы в разделе 3.2 отсутствует обоснование выбора типа и характеристик антенной системы для приема сигнала. Обоснование выбора заключается в том, что выбранная антенная система должна удовлетворять критериям широкополосности, иметь узкую широкополосную формирование луча, а также иметь возможность фокусировки. И четвертое замечание. На рисунке 3.19, 3.20 черно-белое изображение устраняется цветным. В разделе 4.4 говорится об апробации разработанных алгоритмов и технических решений на группе мобильных роботов. Однако сами алгоритмы не описаны. В работе встречаются недочеты в оформлении. Некоторые высказывания, например, на странице 47, в систему радиовидение в 3-мм диапазоне частот, вместо диапазона длин волн. Мелкие рисунки, непосчитаемые подписи на рисунках, например, на рисунке 3.3, 3.6b, 3.9 и 3.12. Опечатки и совесочетания несогласованными падежами. С замечаниями согласен. Все? Да, спасибо. Спасибо. И второго оппонента Старкова Сергея Олеговича. Первое замечание. Встречаются некорректные утверждения. Например, фокусировка глаза происходит путем изменения в форме хрустальника. Излишне подробно изложены принципы природных светочувствительных элементов, относящиеся к большей степени к биологическим аспектам. В ряде мест диссертации несложный материал излагается совершенно подробно. С этим замечанием согласен. Хорошо, спасибо. Далее у нас должен следовать отзыв научного руководителя. Он сегодня у нас отсутствует, соответственно, его зачитаю я. Итак, отзыв научного руководителя о диссертации Петросяна Манвелом Геровича «Искусственное радиоосвещение. Получение изображений», представленное на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 010403 «Радиофизика». Диссертация Петросяна Манвелом Геровича «Искусственное радиоосвещение. Получение изображений выполнено в Московском физико-техническом институте на базовой кафедре радиотехники и систем управления. Работа посвящена решению задачи по наблюдению, получению информации об окружающей среде, использованием шумовых сверхширкополосных сигналов микроволнового диапазона. Эта задача является актуальной по причине активного развития мобильных роботов, беспилотных автомобилей и устройств для обеспечения безопасности. В работе исследована возможность использования радиоосвещения для задач по наблюдению за окружающей средой. Изучен вопрос приема радиоосвещения и проведены эксперименты по приему радиоосвещения. На основе результатов, полученных экспериментальным путем, продемонстрирована возможность получения изображений радиоосвещенной среды и объектов, находящихся в этих средах. Разведен анализ перспектив развития следствия систем наблюдения на основе радиоосвета, на основе многоучивых приборов и мобильных групп роботов. В ходе выполнения диссертационной работы Петросян получил следующие результаты, обладающие научной новизной. Разработана и исследована теоретическая модель ячейки приемника радиоосвета. Впервые проведены эксперименты по приему радиоосвета. Показано, что уровень мощности поступающего в приемник радиоосвета чувствительны движению тел в радиоосвещенной среде. И показано, что изменение уровня радиоосвета в закрытых помещениях при изменении расстояния между приемником и источником радиоосвета происходит без интерференционных эффектов. Продемонстрирована возможность получения изображения радиоосвещенной среды и объектов, находящихся в этих средах. Показана принципиальная возможность создания систем радиовидения на основе радиоосвета. И предложены, проанализированы два подхода к созданию эффективных средств наблюдения за окружающей средой на основе радиоосвета. Основные результаты диссертации опубликованы в трех статьях в журналах, индексируемых в Web of Science, в четырех статьях о журнале и списке ВАГ. Результаты исследования докладывались на 18 конференциях, в том числе и на международных конференциях PIX 2017, CRI-ME COA 2018 и Synchro Info 2019. Работы, представленные на конференциях Нелинейные волны 2018, Нелинейные волны 2020, ARMIMP 2017 и научно-фактическая конференция радиотехнической системы 2019, были награждены как лучшие работы. Петросян продемонстрировал глубокое понимание проблемы, самостоятельность и способность к научной деятельности. Он провел достаточно подробный анализ литературы по теме диссертации, самостоятельно сформулировал и следовал задачи, решения которых представлены в диссертации. Считаю, что диссертация является полноценным, законченным научно-квалификационным трудом, рассматривающим проблему с различных сторон. Содержание работы в полной мере соответствует области исследования по специальности 0104, радиофизика, удовлетворяя требованиям положения присуждения ученых в степени кандидата наук в докторе наук в Московском физико-техническом институте, Национальный исследовательский университет и ее автор Петросян Мануелом Герович заслуживает присвоения ему в степени кандидата в физико-математических наук. Научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Дмитриев, заверена ученым-секретарем ИРАРАН имени Котельникова, Чусовым, от 30 сентября 2020 года. Итак, я прошу прощения, мы замечания от ведущей организации еще не заслушали. Так, хорошо, да, если от ведущей мы пропустили, то это, в принципе, сейчас можно заслушать, а там мы далее не двинулись. Замечания вопроса от Федерального государственного бюджетного образования, учреждения высшего образования МИРАЯ, Российский технологический университет. Имеющаяся в работе теоретическая оценка по возможности ползывания радиосвета для наблюдения за окружающей средой достаточно грубая и не включает ряд вопросов, касающихся, например, таких как прохождение и отражение сверхширка полосы сигналов на границе раздела сред и влияние полосы радиосвета на разрешающуюся способность. Проведенный анализ литературы наносит в основном описательный характер. Мало внимания уделено сравнению полученных в работе результатов с данными, имеющимися в цитируемых источниках. С замечанием согласен. На один из запросов уже был дан ответ по проведению сравнения. На первом замечании согласен. Так, хорошо. Отзывами, когда мы теперь действительно закончили. Далее. В поступивших отзывах отмечено, что замечания не снижают научную и практическую ценность работы и не ставят под сомнение полученные результаты. Поскольку все поступившие отзывы положительные, а вопросы были оглашены ранее, то с разрешения членов диссертационного совета, читаю выводы, отраженные в этих отзывах. Нет ли ни у кого из членов совета возражений? Возражений не имеется. Итак, заключение... Да, отлично. Заключение организации, где проводилась апробация. Диссертация «Федеральное государственное автономно-образовательное учреждение высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет». За подписью доктора технических наук Гадичева Сергея Николаевича, заведующего кафедрой радио и систем управления МФТИ Григорьева Александра Алексеевича, рождено проректором по научной работе программам развития Баганом Виталием Анатольевичем. Диссертация «Искусственное радиосвещение» по учению изображений Петросяна Мангелова Яровича рекомендуется в защите на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 0403 «Радиофизика». Далее отзыв ведущей организации Федерального государственного бюджетно-образовательного учреждения высшего образования МИРАА «Российский технологический университет». Подписан Вирджинским Романом Игоревичем, кандидатом технических наук, доцентом-заведующим кафедрой прикладной математики МИРАА. Подтвержден доктором химических наук, первым проректором Прокоповым Николаем Ивановичем. Диссертация «Искусственное радиосвещение» по учению изображений является законченной квалификационной работой, которая соответствует требованиям положения при суждении ученых степени кандидата наук и доктора наук в МФТИ. Автор диссертации Петросян Мануэлум Герович заслуживает при суждении степени кандидата физико-математических наук по специальности 01040 «Радиофизика». Итак, далее у нас следуют ответы на дополнительные вопросы. Соответственно, я прошу членов Совета задать таковые вопросы, если они возникли по ходу ответа соискателя. Пожалуйста. Можно, да? Да, конечно, Сергей Петрович, пожалуйста. Вопрос такой. У вас есть какие-нибудь данные? Что вы можете сказать о том, как параметры антенны, характеристики антенны, например, неравномерность коэффициента усиления в полосе частот или ширина луча в полосе частот влияют на качество получаемых результатов в качестве ваших радиопортретов? Спасибо за вопрос. Качество получаемых результатов, чем у нас будет уже и сильнее основной луч, тем у нас будет, собственно, более четко получаться контур и меньше будет неопределенность по получению мощности по заданному направлению. То есть если у нас будет неравномерная диаграмма направленности, тогда мы не сможем получать изображение и строить изображение собственное. Потому что точно мы не сможем восстановить распределение освещенности в поле, в среде. А, по частоте? А ваша антенна, которую вы использовали, обладает этим критерием? Ну, собственно, она обладает достаточной степс-пепенью, чтобы получить изображения, на которых можно, собственно, компактные объекты размером 40 на 40 сантиметров, по крайней мере, наблюдать. Простите, я не совсем вопрос понял, мне тут намекнули, что по частотам это был вопрос. Ну, насколько я понимаю, ну, тут надо смотреть, насколько сильна неравномерность по частотам, но из-за того, что это шумовой сигнал, в среднем я подозреваю, что будет усредняться. И из-за того, что мы оцениваем мощность, это может... Ну, если это не сильная неравномерность, то эта неравномерность не должна влиять, по моему мнению, на характер получаемых изображений. Но вы этот вопрос не исследовали? Я этот вопрос не исследовал, нет. Нет. Так, еще вопросы? Да-да, простите, Сергей Петрович. Да-да. Нет, вопросов больше нет у меня. Вопрос технический. Когда вы получали разностные изображения, вы вычитали или делили? Хороший вопрос. На самом деле этот вопрос возникал. Смотрите, в литературе по обработке изображения предлагается, собственно, делить изображение объекта на изображение фона. То есть это в логарифмическом масштабе вычитание. И в данном случае мы вычитали в логарифмическом масштабе, что есть деление. Но надо сказать, что в некоторых экспериментах лучшим образом, на самом деле, с точки зрения получаемого результата, показывало именно вычитание в абсолютных значениях. Спасибо. Так, еще вопросы? Вопросов нет. Так, тогда можем перейти к дискуссии. Вот, соответственно, предлагаю членам совета высказаться по поводу данной работы. Пожалуйста. Есть ли желающие? Извините, я как председатель. Я хотел бы сказать несколько слов об этой работе. В общем-то, я немного знаком с этими исследованиями. На мой взгляд, довольно интересная тематика и достаточно актуальная. Потому что идеи наблюдения объектов с помощью радиоволна, которые способны проходить через препятствия, это действительно актуальная сейчас тематика, которая развивается уже очень интенсивно последние 20 лет. И во многом это было связано с тем, что сверхшекрополосные системы и сигналы были разрешены для массового применения. Видимо, этим в первую очередь и объясняется диапазон радиосвета. Потому что диапазон от 3 до 5 ГГц наиболее популярный диапазон для нелицензируемых сверхшекополосных систем. Подкупает в этой работе то, что она такая довольно ценная, цельная, цельная от постановки, задачи радиосвета вообще, включать в себя источники, приемники, и получены такие интересные перспективные результаты. В общем-то, из этой представленной работы следует, что Мануэл Магирович Петросян действительно состоявшийся исследователь. Состоявшийся исследователь. И мое мнение, что он заслуживает присуждения искомой степени. Да, спасибо. Так вот, кажется, Денис Сергеевич. Можно, да. Да, я хотел выступить. Ну, коллеги, вот этот термин «радиосвет» я ради интереса посмотрел, ну, где он используется в публикациях современных, да, провел поиск в русскоязычной литературе, ну, чтобы точно понимать, что я правильно ищу, да, не англоязычную версию и так далее. Если в итоге, значит, портал e-library нам говорит, что существует 36 статей, где используется этот термин «радиосвет». Из них 34 принадлежит, собственно говоря, научному руководителю нашего диссертанта. Ну, и вообще, вот этот термин, я как понимаю, профессор Дмитриев его ввел, да, в наш обиход. Он, конечно, интересен, и так звучит красиво, и все обыграно так красиво, но если вдуматься по сути, то сверхширокополосная радиолокация и получение изображений, да, в том числе с использованием хаотичных сигналов, шумоподобных, там, извините меня, тут уже наворочено большое количество работ, существуют серьезные результаты, защищены ряд докторских работ. То есть тут, если посмотреть на такой круг, исследовательный очень широк. И получается как-то, что введя этот термин «радиосвет», как бы диссертант отказался от целого большого пласта, аналогичных работ, где есть и похожие результаты и так далее, вот, и как-то очень сузился, да, там, 3-5 мегагерц, то есть гигагерц, ну, радиолокационной станции достаточно много, да, там, экспериментальных и действующих, да, не везде шумоподобные сигналы, но и здесь широкополосные. Поэтому, как бы, мне кажется, здесь есть некоторая игра вот этих слов, которая, как бы, с одной стороны, возносит эту диссертацию, что это действительно все очень новое и прорывное, а с другой стороны, если посмотреть, то половина положений, которые диссертант вынес на защиту, если убрать слово «радиосвет», ну, вот, там, собственно, ничего и нет. Но, тем не менее, то, что осталось после этого, да, особенно работа через препятствия и так далее, в принципе, я считаю, что она достаточна для того, чтобы засчитать диссертанту эту работу как квалификационную и присвоить, значит, ему соответствующую ученую степень кандидата в физмат-наук. Ну, единственное, что вот все-таки осталось у меня неудовлетворенность тем, что ввод некоторых понятий, да, подмена одного понятия другого другим, как бы, заменяет, на самом деле, более глубокую проработку вопросов. А так я, конечно, буду голосовать «за», ну, то есть, как бы, осталась некоторая неудовлетворенность. Спасибо. Да, спасибо, Денис Сергеевич. Так, коллеги, кто еще хотел бы высказаться? Так, еще Вадим Анатольевич, да, хочет высказаться. Там микрофон, да, нажмите, пожалуйста, вот внизу. Да, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, да, совершенно прекрасно. Значит, ну, я согласен с тем, что вот действительно, ну, здесь сравнение вот с, я уже отмечал это в своем отзыве, сравнение, значит, с другими работами в этой области, с моей точки зрения, было, так сказать, недостаточно. Вот, но тем не менее, если вот смотреть на работу в целом, на квалификацию, в целом, значит, работа, я вот поддерживаю предыдущие выступления о том, что автор достоин, работа достоин, к сожалению, с помощью мастерства. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Так, ну, наверное, вам можно слово передать. Если больше никто высказаться не хочет, то можем тогда, да, соответственно, заключительное слово соискателю предоставить. Пожалуйста, Дом Герович. Ну, в заключительном слове я хочу поблагодарить, видимо, своему научному руководителю за его помощь, за то, что позволило меня поработать в нашей лаборатории, защитить диссертацию, попытаться или защитить диссертацию. Собственно, я благодарен очень слушателям, членам диссертационного совета за то, что они послушали, за то, что они сделали свои важные замечания. Я надеюсь, что на основе этих замечаний и на основе этого дела будут лучшие результаты следующие, которые члены диссертационного совета нам больше заинтересуют, чем, может, то, что сейчас представлено. Я хотел также поблагодарить своих товарищей из Института радиотехники и электроники, которые очень мне сильно помогали. Это вообще коллективная работа, а также мне помогали при защите диссертации, при подготовке диссертации, особенно с русским языком. Собственно, я еще хотел поблагодарить людей, которые мне помогали в МФТИ, в процессе моего обучения в МФТИ, а также тоже при подготовке диссертации. Собственно, на этом все. Спасибо. Спасибо. Теперь в ходе нашей работы мы должны выбрать счетную комиссию из трех человек. и провести голосование. Так, ну, в качестве председателя счетной комиссии я предлагаю себя, поскольку я присутствую здесь очным образом. А еще предлагаю в качестве членов комиссии Калошина Вадима Анатольевича и... Кого бы нам еще выбрать? Ну, давайте, Иванова Дмитрия Владимировича. Вот. И что теперь мы должны сделать? Сначала проголосуем за состав комиссии. Можно поднять его? Давайте поднять его. Давайте поднимем руку, действительно. Единогласно. Значит, членов комиссии Андреев, Иванов, Митрий Владимирович Калошин. Так, опечатываем ящик для голосования. Иванова Дмитрия Владимирович Калошин. Итак, результаты работы комиссии. Процедура голосования была проведена в строгом соответствии с требованиями положения о присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук МФТИ. Общее количество бюллетеней. Шесть из них роздано пять, в том числе бюллетеней удаленного голосования, бюллетеней удаленного участника заседания. Четыре. Не роздано одно. Один бюллетень. Результаты голосования члена диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени. За пять голосов, против ноль голосов, воздержался ноль голосов. Недействительных бюллетеней нет. Подписи членов счетной комиссии будут получены в рабочем порядке. Моя подпись стоит. Теперь нам нужно проголосовать о принятии заключения ученого совета. Все ли согласны? Сначала мы голосуем за протокол счетной комиссии. Я прошу поднять руки с теми, кто согласен с результатом. У вас на руках у всех членов ученого совета, диссертационного совета имеются заключения диссовета о присуждении Петросяну Манвелу Геровичу ученой степени кандидата физико-математических наук МФТИ от 22 декабря 2020 года. Если есть замечания у членов совета, прошу пометить, где какие от кого. И соответственно, если замечания у членов совета есть, они будут получены тоже в рабочем порядке. согласны с проектом заключения диссертуционного совета. Тоже предлагаю голосовать поднятием рук. Кто за? Так, принимается заключение тоже, единогласно. И таким образом, в результате работы нашего диссертуционного совета мы постановляем, что на основании результатов тайного голосования членов диссертуционного совета за пять голосов против ноль голосов, недействительных бюллетеней нет. Постанавливаем считать, что представленная диссертуционная работа соответствует требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата. Продолжение следует...